Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров CES-P32. В прошлом уроке нам удалось попробовать использование порта ввода вывода на вход. Только работали мы с кнопкой, отслеживая её состояние в неком цикле, что накладывает ряд ограничений на работу всей программы. Для этого придумано следить за состоянием портов именно посредством прерываний. Как это всё работает мы уже неоднократно видели, например, в подобном уроке по контроллеру ESP8266 и уроках для работ с другими контроллерами. Мы также знаем, что внешние прерывания обрабатываются разные, вернее они работают по разным событиям, нарастание, спад и другие события. Есть также универсальные прерывания, которые отслеживают и то и это. ESP32 в этом плане также не исключение, и всё это в нём есть, и не только это. ESP32 обрабатывает 5 видов прерываний. То есть мы сейчас откроем с вами техническую документацию, reference manual. И вот здесь на 70 страничке увидим, что есть битовое поле. У каждого вот такого вот регистра их вон сколько, 39 целых. И N вот здесь обозначает номер регистра. Например, мы сегодня будем работать с четвёртым пятым регистром. Значит мы вот в это поле что-то должны выставить. Ну соответственно мы оставим эту прерогативу SDK библиотеки из комплекта IDF. А что же в этом поле? В этом поле оно 3 бита и значение этого поля подразумевает, если 0 значит вообще отключены прерывания на GPIO. Первое это нарастание, второе убывание сигнала, то есть спад. Затем и то и это событие вот это вот. Потом уровень низкий, уровень высокий. Вот такие вот пять видов поля. Ну ещё два останется, потому что тут семь, хотя даже три. Восемь вариантов может быть у трёхбитного поля. Ну используются вот такие вот. Вернее не пять, а шесть вариантов. Значит два ещё остаётся. Вот такие вот дела. То есть мы будем давайте сегодня с вами вот этот вариант использовать. Попробуем. И вот такой. Поэтому мы для удобства, чтобы не чередовать всё это дело, подключим сразу две кнопки. Одна останется у нас где была, а вторую я подключил к GPIO пятому. Давайте посмотрим. Вот оно всё подключено. То есть вот эти два висят на общих проводах. Они вторые с краю с двух сторон. GND 1 от первой кнопки вот здесь вот на GPIO 4, а второй на пятом. Вот, надеюсь видно. Ну и чтобы не терять времени, я соответственно всё это уже подключил. Поэтому давайте уберём пока нашу всю эту плату в правый уголок нижний. И давайте сразу поспешим заняться проектом, чтобы урок не затягивать. Проект мы опять же сделаем из урока прошлого занятия. Большинство этот формат поддерживает. То есть мы экономим много времени очень. Особенно мне. То есть чем я больше времени сэкономлю, тем больше я информации дам. То есть мы назвали, вот как обычно, то есть неправильно мы назвали exti. Ну, внешнее прерывание. Ext внешний, interrupt прерывание. Вот так. Копируем. Вот это всё. То есть я вот, чтобы выкладывать исходники свои, я пакую в архив. Вот оставляю только лишь вот это. Main папку или каталог, правильно если назвать директория. И вот эти вот четыре файла, которые мы также на прошлом уроке с вами копировали из другого проекта. Иначе и вам, вернее, ну и вам я советую также хранить проекты вот в таком вот виде. Лишнее удалять. Даже при clean там половина остаётся. А вот этим вот вы сэкономите место себе на носителях. Что ж, копируем. Открываем вот этот вот файл большой. И здесь button меняем на exti. И 0.1 у нас остаётся. Ну, это 0.1, это так вот я всегда делаю, чтобы были варианты у меня дальше продолжать тему. И версия будет там 0.2, 0.3 и так далее. Закрываем. Ctrl-V у нас. То есть Ctrl-W у нас используется, если вы не знаете, в Notepad++. Всё. Теперь мы можем спокойно импортировать проект сюда, в Espressive IDE. То есть среду. Вот так вот. Ничего здесь мы больше не жмём. Никуда не переходим. Открываем. Main открываем. Всё у нас теперь тут крупненько настроил. Не обращаем внимания ни на какие вот эти подчёркивания. Открываем вот это. То есть раз у нас тут кнопки две, то давайте сделаем их две. Поэтому, вот здесь вот мы наверно вот так сделаем, что это первый. Вот тут сделаем первый. Оставим его четвёртым. Вот здесь вот так же пишем так вот. И давайте скопируем вот это. И ещё раз вот тут вот повторим. Только везде единички заменим на двоечки. И по умолчанию выставим сразу пятый порт, чтобы нам ничего тут больше не исправлять. Здесь вот в принципе не нужен пробел. И всё. Сохраним. Давайте попробуем сразу вот так вот SDK config. Ну, к сожалению, пока не соберёшь. Ничего не получится. Поэтому я жму F7 и уже ожидаем. Ну, в принципе мы уже можем работать с проектом. Вот это нам ничего сегодня не потребуется. А, не можем. Ну, хорошо, ждём. Я промотаю. Вот здесь так же мы удаляем. И здесь вот добавим такую переменную, целочисленную для счётчика. Сегодня мы не будем для изменения каждого параметра порта ввода-вывода использовать отдельные функции, хотя можем. А будем мы использовать для этого специальную структуру. Ну, оно и оптимальнее немножко будет, и код поменьше. Поэтому создадим давайте переменную такой структуры. Обнулим все ей поля вот таким вот образом сразу при инициализации. И давайте также объявим несколько макросов. Один для маски-ножки-вывода, другой для маски-ножек-входа или ввода. А также маски для настройки прерываний. Ну, здесь мы вот так вот объединяем и первый, и второй баттон. Давайте ещё раз попробуем из dk-config запустить. Во-первых, нам же нужно посмотреть, что всё там у нас появилось. То, что мы добавили. Всё вот так вот. То есть мы тут можем поменять, можем не поменять. И, скорее всего, у нас уже вот эти вещи также в sdk-config появились. Они сюда прописались. Отлично. То есть можем сразу писать, но, скорее всего, сборка опять будет первоначально долгая. И вернёмся в функцию upmain и проинициализируем поля структуры настройками для ножки, работающие сначала на выход. Вот что здесь. Мы отключаем прерывание. То есть, ну, такой флаг мы пока выставляем в структуру. Ну, не флаг, а поле. Инициализируем вот так вот. Можем посмотреть, что это нолик. И что ещё бывает? Вот они наши все вещи, которые мы видели. А вот это вот, я не знаю зачем. На вырост, скорее всего. Вот здесь то, что мы на вход. Ну, там, скорее всего, будет тоже ноль. Нет, первый бит. Ну, это какие-то там регистры. Я пока их сильно не изучал. Вот. Затем битовую маску мы также сохраняем в поле структуры в определённую. И здесь мы pull up, pull down, также, ну, подтягивание, да, мы знаем. Также отключаем. Ну, и всё. И применяем, то есть, эту конфигурацию с помощью вот такой вот функции. Вот она, такая вот функция. Она тут не сказать, чтобы шибко-легкая. Ну, ладно. В SDK хотя бы нам код вот её дают. Это уже на том спасибо. Не всё запаковали в либо. Аналогично поступим с полями структуры для ножек ввода. То есть, вот, input pencil. То есть, мы отправляем вот это всё вот в этот вот поле. Потом здесь выставляем тип прерываний. Post edge. Вот в такой вот, ну, это по фронту. Пока мы давайте всё на фронт настроим. Потом мы отдельно для второй ножки сделаем на отслеживании фронта и спада. Увидим как. То есть, здесь вот у нас на вход настраивается. Вот всё это можно смотреть. Ну, можно, конечно, нажимать правую кнопку. Open declaration делать. А я просто нажимаю control и enter. Вот. И подтягиваем мы кверху. Pull down отключён у нас. То есть, мы те поля, которые у нас уже инициализированы и не требуют изменений, мы их повторно, понятное дело, не инициализируем. То есть, вот это поле, ну, остальные инициализируем. И так же прописываем. То есть, у нас уже настроены с вами теперь обе кнопки на вот нарастание фронта. Как же нам настроить вторую кнопку на любой тип из вот этих двух. А вот так вот есть такая вот функция. GPIOs setInterType. И вот так. Вот она такая вот функция. Если интересно, посмотрите её тело. Ну, нам сейчас это не очень интересно. Ну, не то, что нам, мне-то точно. Ибо я уже это всё видел. Глобальные переменные давайте для очереди. Сегодня уже с FreeRTOS немножко мы будем активно работать. В общем, тут как. Задача перед нами какая стоит? Добавить обработчик прерываний, в котором мы будем их отслеживать. И из которого при помощи очереди будем передавать в другую задачу. Где и будет код реакции на данное событие. Поступаем мы так потому, что в обработчике прерываний должен быть минимальный код. То есть там мы не должны весь код обработки-то писать. Мы должны куда-нибудь уводить оттуда всё это дело в отдельную задачу и не захламлять. То есть иначе этот обработчик не будет успевать свою задачу основную выполнять, обрабатывать прерывания события. Ну и также понятно, что раз мы с очередями работаем, надо добавить возможность для работы с ними. Затем создадим мы эту очередь. Думаю, 10 элементов нам хватит. Вот здесь вот опять вот many. Затем добавим давайте функцию для задачи. Она будет простейшей. Ну назовём мы её вот task1. То есть здесь у нас вот так вот переменная. Мы заберём эту переменную из очереди, который поступит к нам с обработчик прерываний. Элемент очереди здесь поступит. И мы выведем в терминальную программу и номер ножки. И плюс ещё выведет нам она уровень, который в данный момент воцарится на данной ножке порта. Затем понятно, что создать нужно эту задачу-то. Иначе мы создали функцию и конечно она не будет работать. Вот такой вот десятый приоритет высокий назначим. То есть чтобы обязательно у нас эта задача работала. Но он не настолько высокий. Когда-нибудь мы посмотрим приоритет и отследим. Здесь всё хорошо это сделано и легко. Ну и добавим давайте ещё функцию для обработчика. Ну мы знаем, что такие функции бывают, имеют место. Вот так её назовём. Вот она также у нас будет с аргументом. Мы заберём этот аргумент в номер. Ну не в номер, а в переменную. И отправим в очередь. И где тут вот у нас всё это поймается в отдельной задаче. То есть здесь только будет единственный код. Вот этот вот код-то он же не будет каждый раз выполняться при входе в обработчик. Он там один раз пропишется. И будет только вот эта вот вещь у нас. То есть и прошу заметить, когда-то я по другим контроллерам говорил это насчёт вот FreeRTOS. И когда мы отправляем в очередь из обработчика прерывания, немножко другая функция используется. Не просто XQ Send, а XQ Send From ESR. Ну вот. Всё, тут разобрались. Теперь как сделать так, чтобы он пока не... Он ещё у нас вот этот вот участок кода является объявлением и вместе с телом обычной функции. Как он стал, чтобы обработчиком. Для этого функции AppMain. Конечно же, мы добавим две строчки, с помощью которых мы данный обработчик назначим обеим ножками нашим. Вот. Видите как? Мы просто одно и то же имя используем для каждого номера ножки. Вот. Таким вот образом теперь, в общем-то, вот мы вот здесь зачем вот этот третий параметр. Таким образом, я не дохворил, мы назначили один и тот же обработчик обеим кнопкам. И вот здесь вот параметр, мы номер ножки порта передаём ещё в обработчик прерывания, аналогично как мы параметры передаём и в задачи. И теперь мы его вот здесь вот забираем. Вот так. Вот. Всё вроде бы просто и хорошо. В принципе, вот по обработке прерываний всё нормально. Ну, чтобы нам дать, как я уже говорил на прошлых занятиях, возможность работать более таким, вернее, менее приоритетным задачам, чем вот AppMain, да, мы должны здесь хоть какую-то задержку, во-первых, добавить. То есть, блокировать нашу задачу. Иначе с равным приоритетом, конечно, будут работать, но они будут работать. В общем, один квант времени будет на одну задачу, один квант времени на другую. Скорее всего, здесь миллисекунды. Я не смотрел настройки фриортиоса. Поэтому мы здесь давайте, чтобы не просто задержку, а мы в цикле будем мигать нашим светодиодом. Мы всё равно его настроили. Ну и будем выводить вот этот вот мы с вами счётчик назначили. Чтобы здесь не писать лишнего, в общем-то, низкий уровень, высокий уровень, мы будем чётность проверять этого счётчика. И в зависимости от неё уровень выставлять. Вот и всё. Давайте попробуем пока собрать. Вот. И что я вас ещё сегодня хотел научить, чтобы нам не париться каждый раз, во-первых, с терминальной программой. Есть здесь встроенный терминал неплохой в Eclipse. И всегда он был. О, как быстро у нас, по-моему, собралось всё. Как-то в этот раз мы без повторных сборок, возможно, обошлись. Непонятно, как это получилось. Но это очень хорошо. То есть вот здесь Windows, здесь всё просто. Show View и терминал. Вот такой вот терминал. Насчёт вот теперь шрифта. Здесь, я думаю, вы сами найдёте. Тут вот, в Preferences. Я, во-первых, и не помню. Во-вторых, там ничего сложного нету. Мы уже с вами находили различные настройки. Не буду уж я вам все их каждый раз жёвывать. Всё, у нас появился с вами терминал. Ну, мы пока не будем спешить его с вами запускать. Потому что мы ещё не прошили. Давайте, во-первых, проверим, тот ли порт у нас. Ну, тут вот 39. Если вдруг вот здесь порт поменялся, вы его тут вот... Нет, не здесь. Вот тут порт, если поменялся, вдруг вы его вот так вот меняете. И это ещё не всё. Заходить также в настройках вот эти. Ну, скорее всего, если вы с новым проектом работаете, тут всё само настроится. А если вы старое открываете, и вдруг у вас поменялся порт, то вот здесь вот нужно будет тоже вот так вот переписать. Это вот такой лайфхак небольшой. Иначе у вас не прошьётся контроллер. Поехали. Прошиваем. Сейчас у нас должен после прошивки хотя бы замигать светодиод с вами. Как-то надо мне сегодня будет постараться сделать так, чтобы у нас было видно и терминальную программу, и как я кнопки нажимаю, как-то совместить. Ну, попробуем. Опять возвращаемся в терминал. Вот здесь вот просто выбираем порт. Ну, он уже в принципе выбрался. Причём здесь не обязательно его останавливать, чтобы прошивать проект. Здесь среда сама всё остановит. Фильтры никакие мы тут не добавляем. Здесь вы можете с кодировками играться. Но у нас сейчас с вами вообще настроена вот такая. Но тут не столь важно. Мы никакую русскоязычную информацию не выводим на кириллице. Поэтому не важно. Вот. Сейчас контроллер скорее всего перезагрузится у нас. Ну, в принципе, значит, я не на этой машине, возможно, настраивал шрифт. Потому что здесь он не такой большой. Поэтому давайте всё-таки его и настроим. Я, признаться, сам не помню, где шрифт на терминал. Может быть в дебаге. Может быть не в дебаге. Тут уже 14-й. Ну, попробуем поменять, конечно. Например, на 18-й. Но это вряд ли нам поможет. Поэтому вернём. Назад на 14-й. То где-то у нас увеличится. Так. Если плюс-плюс тут ни при чём. Вот тут, может быть. Наверное, здесь. Ну вот. Вот мы теперь нашли где. То есть вот терминал есть вообще. Оказывается, отдельная. Под него вот такая вещь. Вот тут. Всё. Закрываем. Вот у нас пошёл счётчик. И в зависимости от значений данного счётчика у нас мигает с вами. Ну, зажигается или погасает светодиод. Вот у нас нечётное. Потух. Чётное. Загорелся. Отлично. Теперь кнопки. Пробуем нашу вот эту первую нажимать. Кнопку нажимаем и ничего не видим. Почему-то. Хотя всё настроено. Вторую. Нажимаем и тоже ничего не ощущаем. Что-то я пропустил. Сейчас поищу ошибку и к вам вернусь. Мы не включили прерывания всего лишь навсего. Мы настроили, что они у нас будут. То есть есть такая вот функция интересная. Она включает прерывания. Вот. Install ESR сервис. То есть мы уже флаг с вами придумали. С этим флагом я пока тоже не разобрался. Скорее всего тут можно, когда несколько типов прерывания, их тут от нуля до какого-нибудь там, то есть по своему усмотрению, назначать. Давайте сразу ещё раз прошьём. То есть он можно заранее не собирать. То есть он сам предложит его пересобрать. Вот здесь если хвалк снимем, то пересобирать не будем. И прошьём то же самое. Сейчас у нас пересоберётся проект. Перепрошьётся. Вот опять у нас замигал с вами светодиод. Ну и давайте пробуем. Нажимаем ту кнопку, какая у нас уже была. Аккуратненько нажимаем. Вот. У нас нулевой уровень. И четвёртый. То есть эта самая кнопка. Четвёртый порт. Отжимаем. У нас первый уровень. И кнопка у нас опять же находящаяся на порту четвёртом. Вот это мы видим. То есть если не очень аккуратно нажимать, тут иногда может вот такие вещи получаться. То есть тем самым я даже не советую здесь никакую борьбу вести с помехами. Ну в данном учебном проекте, ну не с помехами, а с дребезгом контактов. Тем самым мы узнаем, проект этот будет, то есть такой вот тестер для определения качества кнопки. Есть ли у неё дребезг контактов. И насколько её аккуратно нужно нажимать, чтобы его не было. Теперь вторая кнопка. Берём вторую кнопку вот эту. И нажимаем её так же аккуратненько. Бац. Нулевой уровень. То есть почему нулевой? Когда нажимается, она прижимается к общему проводу. Отжимаем. Первый уровень. Опять нажимаем. Но это у нас там случайно получилось. Такого быть не должно. То есть это скорее всего дребезг. Вот. Когда мы нажимаем, не должно ничего происходить. Видите? Потому что мы обрабатываем только фронт. А у нас здесь был спад. Отжимаем первый уровень. Нажимаем ничего, отжимаем первый. Ну видимо что-то там. Вот. Когда дребезг, там уже вот так. Вот. То есть у нас только единички должны здесь быть. То есть вот так вот. Вообще работает вот эта вот правильная работа с кнопкой. Как правило мы знаем, да, что мы должны с вами не уровень следить на кнопке, а именно переход её в не нажатое состояние из отжатого, а наоборот из нажатого в отжатое. То есть делается это вот так. То есть если мы какую-то серьёзную вещь выполняем и заболтались, случайно уже нажали кнопку, но не вовремя, рано, мы можем палец подержать и отжать его вовремя. То есть как правило, это я вам скажу, обрабатывается именно отжатие. Ну можно обработать и нажатие и отжатие, чтобы отследить где-то, что произошло и то, и это у нас. Ну смысла нету, лишний код, как бы без нажатия, я думаю, отжатие сделать трудно. Вот такой вот каламбур. Итак, что нам сегодня с вами удалось? Вроде бы ничего такого не удалось, а удалось многое. Таким образом, на данном уроке мы научились отслеживать состояние ножек порта посредством обработки событий в прерывании. И также мы научились работать с информацией из виртуального порта прямо в среде разработки Espressive IDE. Вот здесь вот. Всем спасибо за внимание. Жмите кнопочку «Мне нравится». Подписывайтесь на канал. Также включайте уведомления, если есть такая возможность в зависимости от того, где будет видео. Также пишите комментарии. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья. Спасибо.